Театральная весна собрала друзей в третий раз. В этом году фестиваль посвятили Году семьи, объявленном в городе Лабытнанге. Каждый коллектив, выходящий на сцену, был представлен как творческая семья. С каждым годом растет число участников события и их состав. В этот раз сразу четыре детских сада порадовали зрителей своими постановками. Открытый городской фестиваль «Театральная весна» в этом году собрал на одной сцене 80 талантливых ребят из Лабытнанги, Харпа и Обского микрорайона. Своё творчество представили девять коллективов. Начали с самых младших. Воспитанники детских садов показали себя, как взрослые актеры, представив полноценные постановки. На сцене не терялись, были вполне уверенными. Сказалась хорошая подготовка. Куда спешишь, девчушка? Бабуля, на опушку! Мы очень много репетировали. Мы уже эту сказку снимали. Мы готовились, чтобы хорошо выступить. Мы готовились, чтобы ничего плохого там не было, чтобы всё мы запомнили. Гости фестиваля привезли на театральную весну постановки, уже проверенные зрителем. Буквально несколько дней назад студия «Сказка клуба Строитель» отметила 30-й день рождения и свой юбилейный спектакль адаптировала для показа на фестивале. Юные актеры Харпского театрального объединения «Первая роль» свою постановку о Вороне и Лисице также уже представляли публике, но в своем Доме культуры. Показ был успешным и сейчас пьесу увидели в городе. Отсюда все ясно и без слов. А судья у нас каков, какая мантия, пари, и мудростью исполнен ли? В глазах? В обоих справедливость. Скажите только вашу милость. Да просто хоть откройте рот, и вмиг винов будет упадет. Конечно, очень важно участие в таком фестивале, потому что дети имеют возможность не только себя показать, но и пообщаться с другими коллективами, посмотреть, как выступают остальные, сравнить, набраться опыта. Мы не можем вариться все в одном котле. Нам обязательно нужно общаться и взаимодействовать. Только так они смогут понять, как выступают другие коллективы. Только так они смогут анализировать и оценивать сами себя объективно. Никаких строгих рамок для участников организаторы не ставили. Показать можно было все, что угодно. Драматический театр, кукольный, пантомиму и так далее. Ограничения были лишь временные, не более 20 минут на один коллектив. А в целом театральный фестиваль продлился три часа, но и это не предел, считают в городском ДК. Хотелось бы в идеале, чтобы это был целый день, такой марафон театральных коллективов, чтобы абсолютно все школы принимали участие, чтобы и Ямальский многопрофильный колледж в следующий раз к нам присоединился, и, может быть, молодежный центр. Очень много, я знаю, есть талантливых ребят. В завершении фестивального дня абсолютно все участники театральной весны получили дипломы и кубки. Победителей здесь нет. Хотя, пожалуй, наоборот, все победители – все настоящие театралы. Ольга Болдырева, Сергей Антропов. Программа «Время местное». Продолжение следует...